На очередной сессии собрания городского округа депутаты приняли поправки в бюджет Ахинского района на 2020 год. С докладом выступила начальник финансового управления муниципального образования городской округ Ахинский Ольга Заиченко. Она рассказала об основных характеристиках местного бюджета на 2020. Общий объем доходов бюджета составляет 3 миллиарда 865 миллионов 424,5 тысячи рублей. Общий объем расходов 4 миллиарда 146 миллионов 797,3 тысячи рублей. В связи с внесением 9 июня 2020 года в Сахалинскую областную думу проекта законов Сахалинской области внесения изменений в закон Сахалинской области в основном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов увеличена доходная и расходная часть бюджета в 2021 году на 245 миллионов 483,2 тысячи рублей за счет изменения объема безвозмездных поступлений из областного бюджета. В связи с чем изменены основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 года. Прогнозируем общий объем доходов бюджета в сумме 3 миллиарда 310,8 тысячи рублей. Общий объем расходов бюджета 3 миллиарда 391 миллион 304,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 31 миллион 266,9 тысячи рублей. Также в 2021 году произведено перемещение бюджетных ассигнований между получательным бюджетным средств и мероприятиями муниципальных программ. Основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 года не изменяются. Произведено перемещение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальных программ. В связи с пандемией COVID-19 произведены перемещения между мероприятиями муниципальных программ в 2020 году. На создание условий реализации муниципального развития образования. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений. 350 тысяч рублей снимаем под программу повышения доступности и качества. 2 миллиона 391,4 по повышению качества общего образования. Добавляется 12,6 на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. И снимается обеспечение питанием обучающихся образовательных учреждений. 2 миллиона 404 тысяч рублей. Под программу повышения качества доступности дошкольного образования. Снимаем 1 миллион 479 на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. Осуществление присмотра ухода за детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений. На укрепление материально-технической базы. Под программой развития и воспитания дополнительного образования детей минус 20 тысяч, в том числе плюс 180 тысяч на укрепление материально-технической базы, устранение предписаний контролирующих органов и минус развитие культур в доступности к качественному дошкольному образованию по компенсации родительской платы. Размер дефицита Ахинского бюджета в 2020 составит 281 миллион 372,8 тысячи рублей. Эти деньги не были освоены районом и уже не будут освоены. Сумма была снята и вернулась в областной бюджет. Почти все деньги предусматривались на программы капитального строительства. Деньги областные с нас были сняты, но они были добавлены в 2021 и 2022 год. Это значит у нас добавляется на субсидии на софинансирование капитальных вложений 245,483,2. По расходам эти деньги идут на программу чистая вода, реконструкция станции очистки воды 68, строительство системы водоотведения 67 миллионов рублей. И совершенствование развития дорожного хозяйства у нас дополнительно идет 60 миллионов рублей на реконструкцию автомобильной дороги от улицы Вокзальной и ТЭС. То есть понятно, да, значит деньги были предусмотрены в 2020 году. По нашей же просьбе их сняли и перенесли в 2021 год. Не освоение столь крупной суммы бюджета насторожило городских депутатов, так как за 6 месяцев с начала года не были закончены даже подготовительные работы по освоению средств. 246 миллионов субсидий сняли в этом году и, соответственно, добавили почти ту же сумму в 2020. С чем вот это глобальным образом связано? Такие большие... Ну, с тем, что в этом году еще нет возможности. В этом году будут только заключены контракты к строительству, еще не приступят. Это, как вы видите, основные, это корт, это чистая вода, то есть это очистные, это лепешка. Все основные, все работы, которые в этом году были запланированы, пока только проводятся проектно-смертные изыскания, всеразличные инженерные изыскания, а приступят к исполнению только в следующем году. Только с этим и связано. Депутаты фракции КПРФ взяли пятиминутный перерыв, чтобы обсудить ситуацию. В итоге за поправки проголосовали. Деньги у нас или нет?